Люди, похоже, не очень это понимают, конкуренция, свободная пресса. Я вот читаю вопрос, смотрю на тебя, Мухтар, и не понимаю тебя. У тебя есть своя программа развития, дерзай, делай, помогай людям, в чем проблема. Зачем тебе все войны с властью, зачем травить людей между собой, понимаете? На самом деле, я... Это печально, это печально. Надеюсь, это не другое, я объясняю очень просто. Для того, чтобы делать реформы, нужна власть. Те деньги, которые сейчас крадутся, они должны прийти в бюджет страны, это минимум 30 миллиардов долларов в год. Эти деньги должны направиться в результате решений, принятых законов, ну, законов, которые принимают депутаты, на нужды населения. Строиться мосты, увеличить размер пенсии, выплачивать больше заработных плат, плату и пособий. То есть, приход к власти позволяет получить рычаги и управлять страной так, как нужно нашим гражданам. Вот для чего нужна власть. Конечно. Как ты можешь делать без мандата легитимности и без ресурсов? Ну, вот взять, вот зачем ты придешься, стремишься к власти, помогай людям. Что значит помогай людям? Благотворительность, раздавать деньги, это вообще не имеет никакого отношения к власти. Власть как раз формирует бюджет страны, собирает налоги, мобилизует, создает условия для развития бизнеса. Появляются дополнительные деньги, эти деньги идут на развитие страны. Вот для чего нужна власть, почему политические партии, лидеры борются за власть, чтобы реализовать программу, чтобы помочь людям, чтобы изменить страну, чтобы провести экономические и политические реформы. А если у тебя нет власти, эта власть тебя преследует. Я, например, занимаюсь бизнесом, они у меня все время отбирали бизнес. Я критикал власть, они говорили, ты зачем меня критикуешь? Сажают в тюрьму, вы это прекрасно знаете. Поэтому для того, чтобы всего этого не было, нынешняя власть должна уйти с арены. Мы должны создать конкуренцию между партиями, между политиками, которые борются за голоса избирателей, доказывать, что у них есть лучшая программа, придут к власти и реализуют эту программу. Вот для чего нужна власть, понимаете? Власть, во власть приходят представители народа. Власть это не святое место, где всю жизнь должен сидеть Назарбаев или его семья. Во власть должны все время приходить люди со своими программами, бороться за голоса своих избирателей, побеждать на выборах на честных и вести страну вперед. Вот так устроен мир во всех ведущих странах. А где этого нет, где детектуры, везде разруха, развал, глухое государство, потому что власть живет отдельно от народа для себя. А народ где-то сбоку шатается, говорит, не трогать. Но при этом людям внушают, что власть это плохое. Нельзя говорить, что ты хочешь прийти к власти, чтобы изменить. Вот эту рабскую психологию насаживают. Кто же очистит эту власть от грязи, если власть не будет, называется. Насаживают, насаживают. Ребята, власть плохо, давайте согласимся с этим. И для того, чтобы она была хорошей, ее надо все время менять. Она как памперс. Если ты его не меняешь, он начинает вонять. Вот точно такой же принцип должен существовать, когда вы думаете о власти. Это полезный памперс. У него есть определенные функции. Но если его не поменять, он будет вонять. И отравит вашего ребенка. Отлично. Поэтому будем менять власть. У нас вопросы. Отлично. Продолжение следует...